МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На часах ровно 23.00. Это значит, что в прямом эфире ночные новости ТВК. Меня зовут Захар Письменных. И мы начинаем выпуск с оперативной информации. Спасатели предупреждают жителей Красноярска о резком усилении ветра и опасных природных явлениях. Уже несколько часов назад погода в нашем городе резко испортилась. Ночью же с тематики обещают порывы ветра уже до 25 метров в секунду. Это говорит о том, что могут не выдержать ветхие рекламные конструкции, а также деревья и крыши домов. В связи с этим спасатели просят быть внимательнее всех жителей Красноярска по возможности не выходить на улицу и не пытаться прятаться от ветра за ненадежными строениями. А теперь к другим темам. Мы возвращаемся к теме возможного повышения налога на землю. Сегодня в ночных новостях мы выслушали две позиции. За и против от представителей власти. В гостях у нас был исполняющий обязанности руководителя департамента экономики Александр Цаплин и депутат Красноярского городского совета Аркадий Волков. Давайте посмотрим фрагмент эфира. Человек купил машину за 500 тысяч, купил гараж за 700, и он не может, вы мне хотите сказать, за 180 рублей в год, он не может заплатить. Я хочу у вас спросить про многоквартирные дома, учитывая, что вы сказали, что была распространена недостоверная информация. На сайте Красноярского городского совета размещен проект решения, внесенный администрацией города Красноярска, где ставка земельного налога устанавливается в размере 0,3% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом пункт 1, отнесенных землям в составе зоны сельскохозяйственного использования, использованные для сельскохозяйственного производства пункт 2, и приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, огородничества или животноводства. Это документ, который официально внесен в Красноярский городской совет. Так все-таки повышается или не повышается? Почему на бумаге одно, вы говорите сейчас другое? Ну, это, скажем так, проект решения, который уже покрыт чуть-чуть нафталином. То есть он устарел, в принципе, исходя из тех обсуждений, которые у нас были с депутатами, и тем более, исходя из тех нормативных документов, которые подписаны президентом 4 октября. Например? Есть 84-й закон, которым из-под налогообложения выводятся, скажем так, земельные участки, на которых стоят многоквартирные дома. Аркадий Сергеевич, вам вопрос. Вот о том, что это все не касается дачных участков, жилищного фонда. Вы об этом знали как депутат? Ну, уважаемые друзья, во-первых, хочу сказать, что, наверное, принципиальная позиция моих коллег городского совета на комиссии по экономической политике за неделю покрыла проект решения нафталином. Это очень хорошо. За неделю? Да, и мне приятно это слышать. Это первое. Второе. Я, во-первых, хочу напомнить уважаемому руководителю департамента экономики, что при установлении налогов и сборов главным принципом как раз является фактическая способность налогоплательщика к уплате этого налога. И принцип равенства налогообложения тоже никто не отменял. Это касается и инициативы департамента в части налога на имущество, где из семи категорий две категории выделены. Но в этом смысле мы поддержали больше того, мы усилили позицию администрации с тем, что те, кто может платить налоги, они должны это делать. Я думаю, что что касается налога на землю и всего того, что вы перечислили, именно поэтому депутаты попросили сначала разделить этот вопрос на две составляющие, он у вас не прошел. И второй раз администрация уже не внесла этот проект, но пообещала внести с изменениями. Мы отправили это на доработку. Но о судьбе какие именно изменения вы не знали? Илья, во-первых, я хочу сказать, что мне кажется, что глава города в одном прав. Он поставил задачу всем департаментам, сконцентрироваться на том, чтобы увеличить доходность городского бюджета, каких-то других источников альтернативных. Но когда вот просят помолиться, не надо расшибаться. Что говорят? И все стали вдруг с таким рвением начинать. Причем самое интересное, здесь мы видим, что как раз отоспаться-то хотят на обычных краснояцах. То есть в вопросе об имуществе, у нас есть федеральный законодатель нам утвердил планку от 0,3% до 2%, там мы максимально не повысили. Двум категориям это всего 2% налогоплательщика. Да, это известно. А по земле, поскольку это касается всех самых незащищенных, самых слабых. А теперь давайте разберем более конкретный пример. Итак, у нас есть квартира в доме номер 23 по улице Тотмина. Полезная площадь собственности 40 квадратных метров. Оформлена квартира на трех человек. И каждый владелец получает квитанцию с суммой 66 рублей 40 копеек. Умножим эту цифру на 3. Получается 199 рублей 20 копеек. Если предположить, что налоговую ставку увеличат в три раза, то получится почти 600 рублей. Именно такую сумму будут платить собственники за одну квартиру в не очень элитном доме. Ну а я напоминаю, что для вас работает наш СМС-сервис. Номер прежний 9020 в начале ТВК. Далее пробел и текст вашего сообщения. Ну а мы продолжаем выпуск. Красноярские предприниматели не хотят за свой счет ремонтировать подпорные стены. Об этом заявил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Тетенков. При этом, по словам чиновника, сами бизнесмены активно называют мэрии адреса опасных объектов и требуют их отремонтировать. В сложившейся ситуации депутат Горсовета Аркадий Волков предложил заставлять коммерсантов делать ремонт на объектах. Я напомню, что весной предприниматели получили возможность брать на баланс подпорные стены на территории частных предприятий. Но, как видно, желающих сделать это среди красноярских бизнесменов не нашлось. Добавлю, что сегодня в городе насчитывается около 200 таких потенциально опасных объектов. Борьба за завод феросплава в Красноярске и под Красноярском, вероятно, продолжится. Компания Чексу подала касационную жалобу в Верховный суд России. Подробности не разглашаются. Но можно предположить, что инвесторы решили оспорить решение арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19 августа нынешнего года. Напомню, тогда несколько инстанций арбитражного суда отказали компании Чексу в требовании обязать сельсовет выдать разрешение на строительство завода. И теперь, по всей видимости, Чексу решили отстаивать свои интересы в высшем судебном органе страны. Я напомню, история со строительством феросплавного завода длится с 2011 года. Возможность его появления вызвала шквал возмущения со стороны красноярцев. Протест поддержали власти региона и отношения с инвестором были разорваны. Геннадий Игнатьев, директор управления дорог, инфраструктуры и благоустройства при Департаменте городского хозяйства, уволен по собственному желанию. Сегодня эту информацию подтвердили в ведомстве. Игнатьев уволился еще в конце прошлой недели по личным причинам. Так наверняка звучит официальная версия. Но все ждали этого увольнения еще год назад, когда обрушилась стена на свободном. Напомню, что Геннадия Игнатьева неоднократно вызывали в суд по этому делу. В ведомстве Игнатьева была передана подпорная стенка под контроль. Он лично входил в комиссию, которая определяла, что нужно сделать, чтобы избежать ЧП. Однако комиссия по служебному расследованию предварительно признала Игнатьева невиновным. Напомню, что с 2011 года Игнатьев сменил три должности, и всегда его деятельность сопровождалась массой вопросов. Это ночные новости ТВК, и мы продолжаем выпуск. Я напоминаю, что для вас работает наш СМС-сервис, номер прежний 90-20. В начале ТВК, далее пробел и текст вашего сообщения, зачитаю некоторые из СМС, которые пришли. Доходность городского бюджета можно увеличить, снизив зарплату чиновников. Власть нормально живет, и им все равно на народ. Так, следующее сообщение. Правильно, надо депутатам ведь оправдывать свои повышения зарплат за счет пенсионеров, бюджетников. Народ вообще есть, которым род получает смешные 5200. Депутатам не стыдно себе повышать налоги. Еще одно сообщение зачитаю. Так. Почему такое возмущение? Для малоимущих повышение незначительное, а богатые пусть платят. Ну, как видно, большинство обсуждают повышение налога на землю, и большинство против. Ну, а мы продолжаем выпуск. Невиновно красноярского терапевта Алифтину Хореняк оправдали. Сегодня в октябрьском суде огласили решение по делу врача-терапевта, которая три года назад выписала два рецепта на обезболивающее умиравшему от рака пациенту. Подробности расскажет Лучепостика. Вы с поликлиникой, да? Да, с приема. Много человек сегодня приняли? Ну, как всегда, но около 20. На оглашении приговора Алифтина Петровна Хореняк пришла прямо с работы. Говорит, до обеда принимала пациентов. Журналисты окружают врача-терапевта на крыльце суда и спрашивают. А сейчас, после нескольких лет судебных тяжб, выписала бы она лекарство умирающему от рака? Да, конечно. Потому что он был мне не просто больной. Он был мне друг, он был мне брат. И можно как дитё моё. В зал суда журналистов пускают только без камеры. Судья в течение часа оглашает приговор и сообщает. И врача-терапевта, и знакомую больного, которая выкупила лекарство в аптеке, суд оправдывает за отсутствием в их действиях состава преступления. Ну, вы знаете, мы полностью оправданы. Первые слова Алифтина Петровна произносятся слезами на глазах. Потом благодарит тех, кто помогал ей доказать правоту. Ну, когда мне уже пришёл взят и говорит, вас завтра судят, а вы сидите, немедленно поднимайте прессу, что-то, чем-то занимайтесь. И я вот обратилась на ТВК. И благодаря тому, что это стало достоянием, я уверена, если бы я не обратилась к журналистам, и даже я не знаю, чем бы это всё закончилось, просто приговором очередным. Мы хотели поблагодарить судью за вынесение законного обоснованного приговора. Мы хотели поблагодарить красноярцев за поддержку Алифтины Петровны и многократное обращение с желанием и помощью по оплате этого штрафа. Но, слава богу, это не понадобилось. Такие дела были, они и в нашем крае были. Как мы предполагаем, проблема-то как раз и получилась, что в основном, если врачи допускали какие-то нарушения при выписывании рецептов, то они соглашались с обвинением, это так называемый особый порядок, и поэтому без исследования доказательств выносились приговоры. Из зала суда Алифтина Петровна снова возвращается на работу заполнять карточки по дороге, принимая поздравления от своих знакомых и пациентов. Будем теперь жить новой жизнью, потому что моя жизнь разбилась до этого суда, ну вот эти преследования, и вот теперь будет после. В поликлинике номер 4, где работает Алифтина Петровна, её поздравляют и коллеги. Всё, нас оправдали. Ой, поздравляю вас, поздравляю. Поздравляю, Алифтина Петровна. Поздравляю, Алифтина Петровна. Ещё до оглашения приговора Алифтина Хореняк говорила о том, что хочет уйти на пенсию, отдохнуть. Но, если будут уговаривать, подчёркивает терапевт, может и продолжит работать. Между тем прокуратура может обжаловать решение суда вновь. Лучая по стеке, Евгений Майчев, новости ТВК. 234 тысячи за срыв поездки во Вьетнам получит красноярская семья. Железнодорожный районный суд постановил взыскать эту сумму с туроператора, турагентства и страховой компании. В апреле 2013 года потерпевшая приобрела в турфирме путёвку за 67 тысяч рублей. За неделю до вылета женщина узнала от туроператора, что оплата путёвки не производилась. А компания аннулировала заявку из-за прекращения сотрудничества с турагентом. В итоге суд признал, что права истицы были нарушены и турагентом, который не получил деньги за оплату путёвки туроператору, и туроператором, который по договору отвечал за турпродукт, и страховой компанией, в которой была застрахована ответственность туроператора. Со всех трёх компаний была взыскана компенсация 234 тысячи 600 рублей. Страховая компания и туроператор обжаловали решение суда, но апелляции оставлены без удовлетворения. В Госдуме рассмотрят поправки в законодательство об эвакуаторах. Послам спикера Нижней палаты Сергея Нарышкина вопросы вынесут на одно из первых ноябрьских заседаний. Напомню, представители оппозиционных фракций считают, что такое наказание, как эвакуация автомобилей, ущемляет права и интересы водителей. О новости ТВК решили проверить, насколько честно и качественно работают эвакуаторы. Подробности расскажет Лучия Постика. Владислав Андержеевский, экономист, водительский стаж, 20 лет. Эвакуировали автомобиль один раз, оспаривает штраф, выписанный за парковку в неположенном месте. Дежурная часть Гейбиловна, слушаю. Добрый день. Скажите, пожалуйста, я могу сообщить о нарушении правил дорожного движения? Можете, а где что? Я сейчас нахожусь на Марковского, дом 72. И вот тут прямо под знаком припаркована машина, Рено. У нас работает эвакуатор, и как раз по этому адресу уже сегодня были, и еще раз поедут. На наш вызов уже через 6 минут приезжают инспекторы, два эвакуатора. Увозят не только машину Владислава, но и еще один автомобиль, припаркованный перед пешеходным переходом. Ради чистоты эксперимента проверяем, по какому пути поедет водитель эвакуатора, чтобы высчитать количество километров, за которые нарушителю придется потом платить. И тут же пытаемся повторить действия автовладельца, у которого автомобиль увезли впервые. Человек, когда обнаруживает, что машины нет, он звонить не знает куда. Это уже потом, ты понимаешь, научишься, да? Ну, единственное, на 112 все звоните, попадаешь в дежурную часть, пропала машина, они начинают пробивать. Здравствуйте, подскажите, а машина потерялась? Поставил на Марковского и все, угнали, наверное. Ну, то есть ехать на вторую Брянскую 59, потом на Промысловую 45. Автомобиль отвозят на штрафстоянку, которая находится по адресу улицы Промысловая 45. Добраться сюда непросто, и мы сами в этом убедились. Автобусы до этого места не доезжают пешком из центра далеко. Как говорят автомобилисты, лучше вызвать такси или за тысячу рублей согласиться на услуги таксистов, которые дежурят в центре. Они и номера телефона подскажут, и довезут, и подождут, пока вы не заберете автомобиль. У Владислава документы с собой, поэтому мы, убедившись в том, что машина уже на стоянке, отправляемся в полк ДПС по адресу улица 2-я Брянская, 59. Ну, мне выдали документ, постановление об административном нарушении, полторы тысячи штраф. Сказали, можешь ехать забирать машинки. И акт о задержании, моя копия протоколу, это все будет там. Инспектор объяснил, почему знак этот там стоит. Это все обеспечивается проезд, чтобы Вейнбаум освобождать. Ну, понятно, это все. Одна из самых защищаемых улиц в городе Красноярске, Марковского. За машиной едем на штрафстоянку. Здесь для нарушителя начинается самое интересное. На стоянке ветрено, повсюду собаки. А если очередь, говорят автомобилисты, приходится ждать на улице. Сторож на стоянке отдают водителю документы о том, что машину задержали. И сообщает, что нужно расплатиться за услуги эвакуатора и стоянку. И здесь Владислав замечает, что вместо 7 километров, которые проехал эвакуатор, водитель указал 10,8. По счастливой случайности, этот же водитель уже успел забрать еще один автомобиль. И смог объяснить и разницу почти в 4 километра. А воздействуете, да? У нас тоже не счете, 7 километров. Почему разница у нас в полтора раза? А? Вашки, я в спидометр вверх. Впечатления с эксперимента очень плохие в плане работы эвакуаторов. Приписка в полтора раза больше, чем реальный пробег. Из центра они везде пишут, с любого расстояния 10,8. Получается так. У меня асперименцо на 10,7 было, сейчас 10,8 с Марковского. Добираться туда сложно, автобусы туда не ходят, они в принципе здесь, их рядом нету. До 2-й Брянской отсюда 2 километра. То есть пешком ходить, ну или такси, дополнительные затраты. Итак, чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, водителю потребуется около 2,5 часов свободного времени. Транспорт, знакомый на машине или около 1000 рублей на такси. И деньги на оплату услуг эвакуатора из расчета 95 рублей за километр. Из-за стоянка автомобиля 35 рублей за 1 час. Теплая одежда в холодный день также рекомендуется. Лучья Постяка, Владимир Антонов, Новости ТВК. СМС-спам под запретом. Сегодня в России вступили в силу новые ограничения для операторов на рассылку. Согласно правилам, теперь абоненты будут получать только те сообщения, на которые они дали согласие. Исключения составляют СМС от оператора об изменениях номера или тарифного плана. Под запрет не попали и сообщения по инициативе государственных органов. Если же на ваш телефон придет спам, об этом нужно будет проинформировать мобильного оператора. В случае продолжения рассылки жаловаться в антимонопольную службу за нарушение закона, операторы понесут ответственность. Однако, какую именно, в тексте закона о связи не указано. Предприниматели настаивают на более чем двухкратном повышении арендной платы за размещение павильонов и автостоянок в Красноярске. Об этом сегодня сообщила радиостанция «Бизнес-ФМ». Напомню, в сентябре предприниматели добились отмены 165-го постановления, которое касалось платного продления договора на аренду земли под временные сооружения. При этом мэрия приняла решение повысить арендную плату. В среднем сейчас она составляет 5-10 тысяч рублей в год. Это, как считают чиновники, объективно мало, поэтому предложение увеличит показатели, исходя из результатов прошедших торгов на земельные участки, под павильоны и автостоянки. Новые коэффициенты сейчас рассматривают бизнесмены. Такое решение в администрации города назвали компромиссным. Однако предприниматели, опрошенные нашими коллегами, пока с осторожностью говорят о каких-либо договоренностях с чиновниками. Полицейские устанавливают обстоятельства отравления школьников. Напомню, новости ТВК сообщили о госпитализации в инфекционное отделение больницы Железногорска 20 школьников с признаками пищевого отравления. По нашей информации, еще 90 детей находятся в инфекционном лагере. Есть предположение, что всему виной халатность работников в столовой школы космонавтики. В Еде была обнаружена кишечная палочка. В Следственном комитете уточнили пока, что по результатам анализов у четырех школьников обнаружена ротовирусная инфекция, у девяти человек кишечная инфекция. У остальных детей диагноз пока не установлен. Как сообщили в ГУВД, на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, дознаватели, участковые, уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних опросили работников учреждения и школьников, находившихся в контакте с заболевшими. Результаты проверки мы сообщим. Камеры, установленные в Роевом ручье, сняли момент рождения нового питомца, почему мать не хочет следить за малышом. В московском аэропорту потерпело крушение частное воздушное судно. Несколько человек погибли. Кто допустил роковую ошибку? Это «Ночные новости ТВК». Мы продолжаем выпуск. В столичном аэропорту Внуково при взлете разбился пассажирский самолет. Очевидцы назвали трагедию роковым стечением обстоятельств и некоторые подробности катастрофы прямо сейчас в рубрике «Блокпост». Партнер проекта «Кухни М-32». Мы готовы дать больше. Найдете кухню дешевле – вернем деньги. Восемь человек погибли из-за несчастного случая на территории аэропорта Внуково. Самолет, направляющийся в Париж, столкнулся со снегоуборочным комбайном. По предварительным данным, во время разгона воздушного судна на взлетной полосе по непонятным причинам оказался снегоуборочный комбайн, с которым произошло столкновение. Однако LifeNews утверждает, что причиной катастрофы стал пожар в одном из двигателей. В результате столкновения погибли три члена экипажа и пятеро пассажиров, среди которых оказался глава совета директоров французской нефтегазовой компании «Тотал». Умирать в России станет дешевле. Минстрой предлагает сделать некоторые услуги по погребению для россиян бесплатными. Так, согласно статье 12 нового законопроекта, правительство гарантирует оплатить оформление документов, предоставление и доставку гроба до места захоронения, а также и само погребение. В интернете на эту информацию отреагировали весьма комично. Есть человек – есть проблема. Нет человека – нет проблемы. Кит на обочине. Сегодня в «Живом журнале» обсуждается статья российского путешественника, который опубликовал свои впечатления о поездке в Арабские Эмираты. Рассказ повествует об огромном ките, который потерялся в песочных дюнах. Предположительно, кита задела винтами корабля недалеко от местного порта. Спустя неделю его нашли дрейфующим в море. Кита решили закопать в песках, но из-за проблем с транспортировкой тушу доставили лишь ночью. Похоронить животное не успели и вовсе бросили на обочине. В Красноярском зоопарке «Роев ручей» пополнение у пары жирафов родился детеныш. Это первый случай не только в Красноярске, но и в целом в Сибири. Рост малышки – 180 сантиметров, а вес – не более 50 килограммов. Кормить детеныша новоиспеченная мать отказалась, поэтому жирафенка перевели на искусственное вскармливание. Зоологи «Роев ручья» даже обратились за советами в другие зоопарки. Сейчас каждые три часа малышка получает смесь из молока и перепелиных яиц, витамины для укрепления ткани и препараты для пищеварения. Мать интереса к ней пока не проявляет, а вот отец с другой самкой по кличке Фекла облизывает жирафенка через решетки ограждения. Но сотрудники зоопарка не теряют надежды, что мать примет детеныша и начнет кормить его сама. Ну а выпуск продолжит. Погода на завтра и небольшой блок рекламы. Не переключайте канал. Спонсор прогноза погоды в городах нашего края сеть джинсовых магазинов «Шериф» представляет новую осенне-зимнюю коллекцию. Редактор субтитров А.Семкин и о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляет сеть магазинов немецкой обуви «Каприз». «Каприз» – идешь как по воздуху. В Красноярске днем плюс два, ночью минус два. Переменная облачность, небольшой дождь, мокрый снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Давление 739 миллиметров ртутного столба. Это были ночные новости ТВК. Спасибо, что эти полчаса вы провели вместе с нами. Всего доброго и удачи!